Здравствуйте, друзья и соратники! С места массового захоронения появились свежие новости. Под гробами были обнаружены печи для обжига извести. Съемочная группа канала «Неофициальная история» в третий раз выезжает на место, чтобы показать вам все как есть. Прибыв на место, мы увидели, что рабочие уже подвели трубы вплотную к самому месту раскопок. И по их словам, сегодня, 16 апреля, уже будет все засыпаться и продолжатся строительные работы согласно строительного плана. Поэтому, друзья, вы последние, кто видит все это. Как видно, то все гробы уже убраны, кирпичные палати уже разобраны, и самой яме ничего не осталось. Все самое интересное теперь на срезах грунта, на стенках ямы. Вот их мы и будем осматривать. Если кто-то только что попал на канал и не в курсе, о чем здесь вообще речь, то в правом верхнем углу будет ссылка на самый первый фильм из цикла раскопок на массовом захоронении. Буквально в двух словах повторю. Во время земляных работ по благоустройству Крестовозвиженской площади, рабочие наткнулись на человеческие останки. Археологами были найдены много скелетов людей в деревянных колодах и без них, сложенные в несколько слоев и пересыпанные известью. Когда все останки убрали, то под местом погребения археологами были обнаружены печи. Из всех тульских СМИ об этом написала одноместная газета. Археологами захоронение было датировано не ранее 1760 года. Ссылка на статью будет в описании под фильмом на ютуб канале «Неофициальная история». Вы сейчас видите одну из печей на экране, точнее то, что от нее осталось. Я не стану утверждать, печь это или нет. Позволю себе лишь прокомментировать то, что вижу своими глазами. Итак, арочный свод, слишком маленький для печи, но подходящий по размерам для палатей. Если кто не знает, то палати это сооружение наподобие гроба, из кирпичей или камня. Как миниатюрный склеп, только без выхода наружу. Про палат я рассказывал в продолжении истории про захоронение. Ссылка появится сейчас в правом верхнем углу. Изнутри это сооружение заполнено до половины чем-то вроде глины. Причем видно, что этот грунт как бы наплывал сверху. Под этим грунтом находится прослойка, похожая на известь, а под ней что-то синее, напоминающее по консистенции песок с крупными камнями. Вполне возможно, что это действительно была топка печи, но что это за синяя порода, непонятно. Камеры, к сожалению, не передают такой глубины цвета, но этот песок именно синий. По мнению археологов, это была печь для обжига извести, для строительства церкви, рядом с фундаментом которой и идут раскопки. Но тогда возникает вопрос об объемах производимой извести. Для строительных работ этого объема будет явно мало. Если посмотреть на фотографии, то можно увидеть, что эта печь больше напоминает те же палати, которые мы уже рассматривали в предыдущей части. Единственное, что это сооружение находится глубже по сравнению с другими. Причем арочный свод начинается ровно под слоем пожара 1834 года. Возможно, это просто совпадения, которых, впрочем, в официальной истории полным-полно. А возможно, это и не палати, и не печь, а что-то еще. Но что это такое, мы уже не узнаем никогда, потому что теперь все это закопают подальше от глаз. Друзья, хочу еще раз обратить ваше внимание на слой пожара 1834 года. О том, что это именно уровень грунта в 1834 году, когда был большой пожар в Туле, нам рассказывал Алексей еще в фильме про торговые ряды. Мне поступило несколько возражений, мол, слой пожара, про который говорит Алексей, находится на глубине 2 метра, а слой, представленный мной на этом месте раскопок, на глубине 3 метра, то есть глубже, и он никак не связан с пожаром 1834 года. Смотрите сами, на какой глубине этот слой. Я стою на дне ямы и держу камеру в руках. Рулетка пятиметровая, размотана почти наполовину. Начало совпадает с уровнем грунта 1834 года, и, как можно видеть, уровень современного грунта находится на отметке 2 метра. А если внимательно посмотреть на сам уровень грунта, то отчетливо видно обугленное дерево, обгорелый кирпич и даже косточку, причем довольно свежевыглядящую. И таких костей в этом срезе много. И вот как раз под этим уровнем и начинается та самая печь. Если это было древнее захоронение, то оно было слишком близко к поверхности того времени. Если это печь, то слишком маленькая. Если это проход, то тоже слишком маленький и близко к поверхности. То есть, что это, точно сказать невозможно. Остается надеяться, что когда рабочие будут копать дальше, то археологи продолжат раскопки. Также хочу обратить ваше внимание на остатки гроба, которые торчат из стены. Это уровень самих захоронений. И, по словам археологов, эти захоронения продолжаются в ту сторону, на которую мы сейчас смотрим. То есть, получается, это была длинная, узкая и неглубокая яма, куда складывали тела. Также хочу обратить ваше внимание на срез дерева, поверх которого насыпан слой извести. Дерево слишком тонкое, чтобы быть выдолбленным из ствола колоды. Но при этом это дерево внутри сохранило свой естественный желтоватый цвет. Возможно, гниение не произошло как раз из-за извести. Также в стене ямы вы можете наблюдать деревянный объект. Похоже, что спиленный. Чем-то напоминает большой брус, размерами 30 на 60 сантиметров. Для колоды, в которых были захоронены тела, этого слишком мало. То есть, это просто брус или балка. Но обратите внимание на сохранность дерева во влажной земле за 200 лет. И лежит этот брус на одном уровне с печами. То есть, ниже уровня 1834 года. Кстати, если вы заметили, то в этом месте нет следов пожара. Уровень кончился. То есть, были земляные работы в те времена, и поэтому произошло перемешивание грунта в этом месте. Итак, мы имеем печи, или, что бы там ни было, какое-то сооружение, поверх которых были сложены гробы в несколько ярусов, пересыпанные известью. Снизу тела взрослых, сверху детей. По словам археологов, было поднято около 60 гробов. Но тел однозначно было больше, так как только в первой части рассказа про это захоронение была озвучена цифра более 40 скелетов с одного слоя. А учитывая, что на тот момент оставалось 2-3 слоя с гробами, то сами можете посчитать, сколько их всего. И опять-таки, речь идет только о гробах. Но сколько тут тел захоронено без гробов? Думаю, эта цифра в статистику не попала вообще. Кости видны в стенах ямы до сих пор. Если учесть, что захоронение продолжается в сторону зданий областной администрации, то число увеличивается многократно. В общем, друзья, я показал вам факты, а выводы делайте сами. Сколько было здесь погребено людей? Почему их так много на одном месте? Почему гробы лежали в несколько ярусов друг на друге? И почему пересыпаны известью? Почему под гробами есть кирпичное сооружение, размером для погребения только одного человека? И почему уровень пожара 1834 года находится на одном уровне с гробами? Даже немного выше. Как происходило захоронение людей? Почему кто-то погребен прямо так, а кто-то в гробу выдолбленным из цельного ствола дерева? Ответов на эти и многие другие вопросы официальная история вам не даст. Либо ответ будет настолько противоречивым и невяжущимся с реальными фактами, что поверить в него будет сложно. А у нас уже есть ответ. В причинах мы разобрались, и данная находка строителей и археологов лишь ее подтвердила. Смотрите остальные фильмы на канале, они уже многое проясняют. И если будут новости по этому месту, то вы о них обязательно узнаете. За всем не прощаюсь, впереди еще много интересного. Благодарю вас за внимание. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok